Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2660, тема «Старообрядцы». Закон о веротерпимости подарил старообрядцам 12 лет свободы, с 1905 по 1917. «Каковы позиции наших дней, значения и последствия этого события?» Ответ. Кавычки открываются. «Так, отвечает их митрополит Андриан. Ответ митрополита Андриана. Те 12 лет называют «золотым веком старообрядчества». Это был короткий, но очень плодовитый период нашего духовного развития, просветительской и образовательной деятельности и той информационной открытости, к которой мы теперь опять стремимся. Наше время в известной степени напоминает «золотой век» по возможностям, которые предоставлены старообрядцам. И мы надеемся, что сможем использовать их для подобного рывка, чтобы хоть от счастья восполнить упущенные возможности и понесенные потери. Мы хотели бы видеть сегодняшнее Рогожское кладбище подлинным духовным центром русского древнеправославия. Но если после 1905 года у нас открылся старообрядческий институт, сейчас наши планы скромнее. Мы намереваемся открыть в Рогожском поселке семинарию. Ответ владыки комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Ни в те благословенные 12 лет, ни сегодня, когда прошло уже около 15 лет свободы, старообрядцы так и не коснулись самого главного – возврата к апостольскому служению, к благослужению на русском языке, к проповеди повсеместной, не старообрядчества, а живого евангельского благовестия. Деяние 8.4. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Достаточно иметь теплое помещение, и там можно уже иметь высшие курсы, если будет апостольское учение. Институты можно оставить более мирским людям, пусть они изучают теологию, мировые религии, пусть сдают экзамены и сессии. Но если не будет дана благодать Слову истины, не будет ревность на проповедь Евангелия, то никакие университеты не дадут ничего. И напротив рыбака, исполненного Духа Святого, ты будешь просто чурка неотесанная, хотя и дипломированная, и с мировым именем. Деяние 19.9. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Старообрядчество – это наивысший беспредел снобизма и высокомерия, тупого и темного. Библию не смогли перевести сами за 350 лет, а перевод синодальный зазирают, и потому народ в египетской тьме погибает, злобясь на живое слово Евангелия. 2 Тимофея 3.8. Сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. То, что думаю, пишу и говорю, делаю, стараюсь и потею, Если в сердце не овца берюк, то тогда вся жизнь моя копейка. Для чего же дулся, надсаждался, если вечность, то не перейдет? Пусть даже двуперсно в гробе пальцы, пусть даже и труп мой вдавят в мед. Что польза на суде последнем? Если все не ради иеговы, если в колеснице конь мой бледный, сам на благовестие не подкован. Размышляю днем в ночные стражи, трепетно листаю свой дневник. Не переиначить, если захотел бы даже, не переиздать рожденных книг. Нам ревизия никак не помешает все перетрясти, пересмотреть, Что наварено со злобой, вылить в шайку, рукописям злым в костре гореть. Не пожелать, что столько там труда, не пожалеть, что столько там труда. Бог благословит на высев новый, хлеб по селам слать по городам. Вера во Христа всему основа. С высоты нептичьего полета буду ли свой путь обозревать? Там к греху тянулся, как теленок, там дымились вспыхнувши кровать. Но переиначил все спаситель, выдернул из гроба мертвеца. Стал пропагандист, распространитель Библии. Прошлое пытаюсь наверстать. Дел нешуточных, с утра не в проворот. На молитве план верстаю на день. Дождь разлив, вода на дом напрет. Со Христом с любой бедою сладим. 10 апреля 2005 год. Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok